Лиза Алерт. В зоне поиска. Затем поисковики направились к дому дедушки, откуда проследовали до его возможного местонахождения – улицы Горбуновой. Однако, исследовав район поблизости, вокзал станции Киров-Котловский и железнодорожный путь до улицы Лепсе, активистам не удалось обнаружить пожилого мужчину. На второй день поисков расклейка ориентировок и осмотр районов продолжились. Площадь Лепсе, ОЦМ, Авитек, микрорайон Болото, снова Лепсе и Октябрьский проспект до Алых Парусов. У волонтеров закончились ориентировки, но они продолжили. Театральная площадь, улица Романа Ердякова, а оттуда на автобусе до Упита. Ничего. Где Владимир Николаевич, до сих пор не ясно. На третий день поисков, набрав охапку ориентировок, активисты Лиза Алерт продолжают свою работу. В этот раз решено обследовать те места, где гулял дедушка. Школа. Рядом с ней трава по пояс. Дальше старые постройки и пустоши. Опять ничего. Сверяемся по карте. Все заброшенные места, здания. Опять ничего. Ориентировки клеются даже на ряды гаражей рядом. Вновь проверка железной дороги, дворов на Лепсе и Горбуновой. Активисты ищут, опрашивают и клеют. Клеют ориентировки. Время позднее, пора домой. Но может быть дедушка встретится по пути? Нет. Его нигде нет. Четвертый день. Вариантов, где может быть Владимир Николаевич, осталось все меньше. Активисты решили исследовать дорогу до дачи, до станции Медянки. Волонтеры надеются, что хотя бы там смогут найти зацепки. Приезжают, опрашивают, клеят ориентировки. Ничего. И тут звонок. Дедушку видели в больнице в приемном покое. Сотрудница больницы узнала его по одной из ориентировок, расклеенных по всему городу. Найден. Жив. Именно эти слова крутились в голове, рассказывают потом волонтеры. За три года работы в Кировской области отряд «Лиза-Алерт» помог вернуться домой почти тысячи человек. Вы можете присоединиться к отряду или поддержать его другим доступным вам способом. Позвоните и узнайте подробности. 410-424. Лиза-Алерт. В зоне поиска.